Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В целом все, что я рассказывал до этого, покрывает все потребности среднего пользователя или организации по управлению доменами. Как приобрести домен, как направить на сайт, как направить на директорию внутри сайта, то есть завести под домен. То есть вы знаете все, но все это в рамках административной панели у хостинг-провайдера при условии, что вы прописали по домену на им сервера этого провайдера. То есть домен смотрит на провайдера и дальше все решает админка. Это удобно и, на мой взгляд, правильно, но во всем мне хочется дойти до самой сути, как говорил Пастернак. В принципе, вы можете самостоятельно решать, что куда смотрит, но для этого нужно обратиться к ресурсным записям. Я перепрописал по одному из доменов нейм-сервера на сервера регистратора. Это домен свельта, он зарегистрирован в рек.ру. Покажу на примере его интерфейса. Он, я думаю, не менее популярен, чем ник.ру. Итак, поддержка нейм-серверов входит в стоимость домена. Сейчас почтальон доходит до нейм-серверов рек.ру и спрашивает у них, куда идти дальше. Мы можем изменить нейм-сервера, и почтальон пойдет уже туда спрашивать, что делать дальше. Но при таком раскладе, как сейчас, дальнейшее направление, точнее конечную точку, IP-адрес сайта он будет искать в ресурсных записях. А именно, а запись говорит, какой IP-адрес соответствует домену свельта.ру. Как узнать этот IP-адрес? У хостинг-провайдера. Если не найдете в админке, пишите в техподдержку, они пришлют. Непосредственно убегит это записано в управлении записями DNS. Свельта.ру у нас привязана к сайту, а значит вот здесь в а записи можно найти искомый IP-адрес. То есть просто копируем и вставляем. В данном случае он уже вставлен. Но если вдруг хотите поменять, то вот так. Значок собачки говорит, что речь идет о самом домене. Если мы хотим создать поддомен и прописать по нему а запись, то нужно указать имя поддомена. Например, ивент. Писать целиком, ивент свельта.ру не нужно. И здесь указываем IP-адрес. Все, готово. Ой, вот это вот я сейчас зря. Это я сейчас нажал на редактирование и стер получается основную а запись по домену. Собачка должна обязательно присутствовать. Сейчас вернем все обратно. Добавить под домену регистратора можно вот так. Добавить запись. А запись. Ивент. И ведет вот сюда. Все. Ну то есть не все. Теперь надо предупредить хостинг-провайдера, что когда к нему придут искать ивент свельта.ру, он находится у них и ведет туда-то. Если у вас нет выделенного IP-адреса. Еще раз напоминаю про виртуальный хостинг. Поэтому не советую эту схему. В данном случае лучше пропишите нейм сервера хостинг-провайдера и там уже создавайте поддомены вернее будет. А вот когда эта схема действительно может пригодиться, это в случае, например, с лейкой и тильдой. Подробно я рассказываю об этом в курсе по лейке, ссылку на конкретный урок оставлю в описании. Но в двух словах, чтобы направить домен на ваш сайт на тильде или викс, вам нужно прописать по нему а-запись на, скажем, тильду. IP-адрес у них указан на сайте. Но лейку, плагин для сбора пожертвований, вы на тильду установить не можете. Зато можете завести под нее отдельный хостинг, установить туда, создать под домен вида donate.svelta.ru и прописать по нему а-запись с IP-адресом лейки. Примерно как здесь. Домен свельта ведет на один IP-адрес вот на этот сайт, а под домен donate.svelta.ru ведет на другой сайт. Не ведет. А. Потому что у нас по второму сайту не настроен HTTPS. Об этом мы будем говорить в следующем видео. Да. А donate.svelta.ru ведет на другой адрес. Хотя по урлу выглядит так, как будто это один и тот же сайт. А добились мы этого, просто прописав а-запись по поддомену на другой IP-адрес. Вот здесь. Также изменив а-запись по домену, можно сделать его алиасом или зеркалом другого домена. То есть, если мы здесь пропишем IP-адрес какого-то сайта и предупредим хостинг провайдера, что этот домен является алиасом, опять же это проблема виртуального хостинга, то на один сайт будут смотреть два и больше доменов. Сколько пропишем. Какие еще есть ресурсные записи? Их много, но я бы рассказал о двух, кроме а-записи. Потому что к ним могут прибегать и непродвинутые пользователи. Но еще, правда, надо упомянуть про 4А-запись. Это фактически а-запись, но по новому протоколу IPv4, введение которого связано с тем, что классические IP-адреса скоро закончатся. Сейчас используется протокол IPv4, у которого на адрес отводится 32 бита. У IPv6 – 128 бит. Но пока он не сменил классику и мы работаем в основном на IPv4, то есть это резерв на будущее. Возвращаясь к используемым записям, во-первых, есть mx-запись. Она указывает почтовые сервера. То есть вы можете держать почту типа info.sobakovoshdomen.ru где-то у себя, не на серверах хостинг-провайдера. И здесь нужно указать, где именно. Встречается редко, но такая возможность есть. И еще вам может понадобиться запись CNAME. Давайте для демонстрации отправимся к хостинг-провайдеру, чтобы вы понимали, что изменять ресурсные записи можно и у него. Вот у нас домен заказ икона. На им сервера ведут набеги. А значит все управление здесь. Вот так можно редактировать ресурсные записи по основному домену. Тут основные, видите, a и mx. И что-то можно добавить. А вот по поддомену можно прописать CNAME. Каноническое имя, к которому поддомен будет привязан. То есть на поддомен будут распространяться те же ресурсные записи, что и на домен, который вы укажете. Вот у нас поддомен 3w. Сейчас по нему прописана а-запись. Редактируем ресурсные записи и прописываем CNAME на основной домен. Другие ресурсные записи уже находятся в зоне профессиональной настройки доменов и мы их касаться не будем. Среднему пользователю они точно не понадобятся, а профессионалы и так знают, что там про что.